Окей, всё, да, пожалуйста. Всех приветствуем, мы продолжаем изучать книгу Рава Шерке «Святость и природа», и сегодня мы закончим прошлую тему «Война мнений» и перейдём в следующую. Итак, на прошлом занятии мы разбирали, что есть такая ситуация, как у всех разные взгляды на разные вещи, да, и как с этим быть. И сейчас мы поговорим о том, как бороться, как бороться с неправильными идеями, ну или с теми идеями, которые нам кажутся неправильными. Итак, были времена, когда для подавления вредных взглядов применялись силу. Однако в наши времена не принято подавлять вредные идеи силовыми методами. Но если так, как же справляться с такими мнениями? И на это существуют разные способы. Первое – это таки доказать приверженцу неверного мнения, что он неправ. Для этого использовать всевозможные аргументы и доказать ему его ошибки. Но у такого метода есть проблема – он не достигает цели. Борьба с ошибочными мнениями, как бы грамотно она ни велась, нисколько не ослабляет привлекательность этих идей. И есть какая-то необъяснимая сила, которая заставляет сторонников этих идей держаться за них. Как знали о вершинной опоре. Например, коммунизм. Он давно завершил свою роль в мире, проиграл по всем фронтам. Сегодня мы можем доказать, что это учение было изначально обречено на провал. Но почему же в мире до сих пор остаются упрямые коммунисты, не готовые отказаться от своих убеждений? Причина этого в том, что коммунизм, который в целом проиграл, он содержит в себе некое живое зерно истины. И это требование социальной справедливости. И сила этого зерна истины, скрытого в учении коммунизма, заставляет коммунистов отстаивать свои ошибочные идеи, тем не менее сохраняя связь с точкой истины, которая в этом учении. И они от этого получают какую-то силу, поэтому за это держатся. Им все равно какие-то объективные доказательства, что коммунизм проиграл. Поэтому в общении со сторонниками ошибочных идей нужно прояснить эту точку истины в их словах, в их позициях. И тогда они смогут пересмотреть свое мировоззрение и переоценить свои позиции. Этот метод работы с неверными идейми называется поднятием идей. Алад Хадеот. Другой пример. Возьмем эгоиста человека, который считает, что вместо того, чтобы доказывать ему, насколько его позиция неверна, мы можем поднять ее. Можем поговорить с ним и выяснить, включает ли его любовь к себе, а также любовь к жене и детям. Скорее, ответ будет положительным. Ведь если его жене и детям будет плохо, то ему тоже будет плохо. Это значит, что ему следует заботиться не только о своем благе, но и о благе жены и детей. Так мы продвинулись немного вперед. Теперь точно так же мы можем показать эгоисту, что исходя из своих эгоистических намерений, он должен заботиться о благе более широких кругов, о районе, в котором он живет, о городе, о стране, о животных, растениях, об озоновом слое и так далее. Ведь если его окружению будет плохо, то это плохо так или иначе может дойти до этого эгоист. И в конечном итоге эгоист поймет, что нет ничего лучшего для него, чем благо других. Таким образом, мы не убедили его, что он не прав, а через его же идеи перевели его на другой взгляд, на другую противоположную позицию. Вот такой способ исправления или поднятия неверных людей. Я хотел бы здесь сделать небольшое замечание. Во-первых, очень важно, что... Вот, вначале прозвучало, что раньше было принято бороться физически, а теперь нет. Это как будто бы немножко прозвучало, что вот просто не принято бороться физически. Но я думаю, что это очень важный прогресс. Духовный, что вот это не принято или запрещается бороться с идеями физически, это очень хорошо, это очень правильно. Это не то, что вот раньше было принято, а что раньше человечество было на более низком уровне, и поэтому видело только физическую борьбу. А вот в сегодняшнем мире, где запрещается просто физически бороться с увлеждениями, это очень важное духовное продвижение человечества. Это первое, что мне хотелось бы сделать замечаемое. Второе, что совершенно безнадежно... Ну, не уж безнадежно, но... Что сказано было, что не приносит никакого... Что по помощи критики нельзя провернуть идеи, потому что они все равно остаются, потому что у них и остается точка истины некая. Я бы сказал, что поднятие идей тоже не то, что бы очень доказало, что оно работает прям так хорошо. То есть сказать, что ваша борьба работает плохо, давайте нашу форму борьбы. Просто надо сочетать. Поднятие идей никак не отрицает критики этих идей. То есть, грубо говоря, если говорить с коммунизмом, то параллельно должны идти и критика коммунизма, и извлечение искры из коммунизма. Это не одно вместо другого, а это обе вещи одновременно. И вот тогда заведомо будет лучше, потому что несколько методов борьбы приведут к большему эффекту, чем только один метод борьбы. А не то, что вот этот метод лучше прошлого, лучше, так сказать, чем провержение, и давайте все идти на этот метод. Нужно и то, и другое вместе. Отлично. Очень важное дополнение, по-моему. Есть какие-то еще мнения? Натан, мы не слышим? Или ты не нам? Если народ молчит пока что, я бы от себя добавил, что мне все-таки представляет, что это какое-то такое, я не хочу какое-то слово, примитивное, но какой-то такой наивный идеализм. Раньше убивали, а сейчас говорят. Как-то просто ситуация как бы изменилась, но при этом, скажем, есть результат, это давление на кого-то, чтобы не дать распространять его идеи. И как бы, если раньше, предположим, общественное давление выражалось в том, что человека, не дай бог, там сжигали, да сжигали, там вешали. Вот и теперь есть более как бы продвинутые способы. Мы смотрим, каким образом продвигаются идеи, скажем, ну вот мы живем на Западе, мы видим, я не говорю там про Навального, это как бы очевидно, это относится как бы к прошлым векам. Но даже как то, что здесь происходит, то, что происходит в Америке, то, что происходит на Запад, то, что происходит в самом Израиле. На мой взгляд, я бы сказал так, людей учит только одно, а именно практика. Когда они на практике, у них получается, что их идеи, за которые они представляются очень красивыми, они их бьют по голове, они доходят до некоторой точки, они тогда начинают пересматривать. К сожалению, мне кажется, это происходит только так. В всяком случае, потому что происходит в Израиле. Так мне кажется. Я хочу полностью присоединиться к тому, что НАТО говорит, что реально убеждает действительно столкновение с реальностью, но оно само по себе тоже не реализуется без других вещей. То есть нужно и столкновение с реальностью, и разъяснение неправильности, и поднятие идей. Как бы все три вещи. Тогда будет более... Окей. Да, я с этим согласен. Но вот еще одно дополнение. Мне кажется, это вот размазывание такое. То есть идея о том, что в каждой идее есть искра, в каждом плохом есть что-то хорошее, и все. С точки зрения, как бы такой теории составления некоторого пазла, это выглядит красиво. Опять, то, что мы видим в современной реальности, есть абсолютное зло, которое, в конце концов, люди приходят к тому, что они говорят, это зло, обсуждать нечего, говорить нечего, с этим надо просто сражаться. Все. Пример? То же самое. Израиль опять. Он ко мне близок, поэтому приводите примеры. Пример с Хамасом. Сколько времени были разговоры найти зерно, опуститься вместе с ними, дать им что-то, чтобы им было жалко потом терять, и оказалось, что это все чушь собачья, не имеет никакого отношения в действительности. Я уже не говорю там про тот же коммунизм, понимаешь? С одной стороны коммунизм, с другой стороны гулаг. О чем вообще говорить? Может быть, Раб просто не знает, а то ли бы мало знает, не знает? Натан, мне кажется, что я давай с тобой не соглашусь, потому что, что касается Хамаса или нацизма, что тоже самое, с моей точки зрения, то, разумеется, против этого надо бороться физически, но точно так же ты мог бы сказать преступник, убийца, с которым нужно бороться физически. Это совершенно верно. Одно не заменяет другого. Но ты совершенно ошибочно отождествил извлечение некоторой искры из Хамаса или нацизма, что очень сложно, я согласен, и их умиротворение. То есть, давайте им что-нибудь дадим. То есть, слово «не работает» у тебя относилось к вещам типа «умиротворим». То есть, ты перевел это на политический уровень, а совершенно здесь этого не имеется в виду. Вовсе никто не говорит, что искать хорошую точку это значит идти навстречу. Ни коммунизму, ни нацизму, ни Хамасу совершенно не надо идти навстречу. Это совершенно разные вещи. Искать позитивную точку в коммунизме гораздо проще, конечно, чем в нацизме или в Хамасе. И даже я думаю, что мы еще просто не доросли искать ее в нацизме, поэтому сейчас это враг просто тотальный. Не во всех вещах мы можем найти на данном уровне хорошую точку, но уж точно это никак не является ни с какой стороны нельзя отождествиться идти на компромисс с ними. Поэтому, когда ты говоришь, вот пытались не идти на компромисс, ничего не получилось. Извини, это совершенно не относится к вопросу искать позитивную точку. например, лучше даже коммунизм или вакеизм, например, современный американский, неомарксизм. Нужно, разумеется, с ним бороться, но и вовсе не нужно идти ему на уступки, но искать некое положительное земля, но совершенно необходимо. Я бы здесь разделил на людей, которые являются абсолютными врагами типа там нацизма или путинизма, с которым невозможно идти на компромисс с, так сказать, новым, в смысле идей. И идеи, которые принимают хорошие люди. То есть у нас, к сожалению, проблема с коммунизмом не в том, что плохие люди становятся коммунистами, а в том, что хорошие люди становятся коммунистами и вот ты их не можешь переубедить. или макеистами становятся вполне хорошие люди, а вовсе не какие-то там злодеи, понимаешь, типа убийцы. С убийцами это понятно, что их надо просто воевать с ними. Но вот чтобы переубедить, это имеется в виду только переубедить хороших людей. И вот здесь то есть как бороться с ошибочными убеждениями хороших людей, а вовсе не как бороться со злодеями. Это совершенно две разные вещи. кто-то есть что-то сказать? Народ пока что безмолвствует. Можно продвигаться дальше. Андрей? Андрей? Андрей застыл, по-моему. Окей. Останови, может быть, приостанови запись. Пожарите. Окей. Окей. Продолжаем. Итак, в этой во мне мнений, в войне мнений важно правильно оценить уровень идеи, с которой мы боремся. Определить, является она плохой, очень плохой или просто ошибочной, безвредной. Рабин Ахман из Браслова различает два вида неверия. Например, есть легкое неверие, о котором сказано, знай, что ответить неверующим. Есть неверие, о котором сказано, вошедшие туда не возвращаются. Рабин Ахман объясняет, что у каждого из этих убеждений разный корень. Корень первого неверения это путаница в порядке ценностей. Менее значимые ценности становятся на первое место, а более значимые ниже. И такого неверующего можно вернуть, показав ему правильный порядок ценностей. Но есть и более тяжелая форма неверия. Его основе лежит мировоззрение, согласно которому ценности вообще не существуют. И с таким видом неверия способны бороться только высшие праведники, только они способны поднять впавшие в это неверие души. И общее правило таково, чем более порочным выглядит убеждение, тем выше его источник, и тем больше потенциал добра несет в себе его исправление. Тут такая обратная зависимость. Пример можно привести, например, стена из камней, которая разрушилась, и тот камень, который был наверху, он откатился дальше всего. Поэтому, чем более испорченной выглядит идея, тем у него глубже духовный корень, как вот эти неверия, из которого нет выхода, его корень духовный, он выше, чем то неверие, которое состоит просто в неправильной иерархии ценностей. И еще еще ярчайший пример этого это Содом и Гамора. Самое нравственно развращенное общество за всю историю человечества. Но семя мессианства зародилось именно в нем. Есть стих из Псалмов «Нашел я Давида раба моего, святым елеем моим помазал его». И мудрецы объясняют его так, что Бог нашел Давида в Содоме, как мы знаем, откуда происходят его корни, его предки. У жителей Содома было два главных греха, как пишет Талмудсен, Хедрин 109b. Первый это отказ от благотворительности, второй мужеложество. То, что привело общество к этим двум грехам, это ощущение совершенства. Из-за своего огромного богатства жители Содома жили в ощущении, что их общество идеальны и не нуждаются в исправлении. Поэтому они запретили давать сдоху в своем городе. Это воспринималось ими, как раскрытие слабых сторон общества. Сам факт благотворительности, что кому-то нужно помочь, он свидетельствует о том, что общество еще не достигло совершенства, поскольку есть те, кто еще нуждается в помощи. То же самое, и поскольку они считали себя совершенными, то они как бы это запрещали, чтобы не видеть, чтобы как бы отрицать, что их общество совершенное. И второй момент. Однополые связи, которые были в Содоме, опять же, это идет из ощущения собственного совершенства. Поэтому они не чувствовали необходимости плодиться и размножаться. Поэтому они направили сексуальный инстинкт в области, где нет познания другого, только познания подобного, что по определению не приносит плод. Ну, то есть, как мы говорим, вторая половинка, это значит, что я не целый, значит, я полчеловека, значит, мне нужна семья, мужчина, женщина. То же самое с продолжением рода, это как бы продолжение какого-то реализации целей, человек видит, что его дети доделают то, что не успел доделать, все это является признаками несовершенства, поскольку жители с дома чувствовали себя совершенными, то они как бы подсознательно или, может быть, наоборот, идеологически, они пришли к однополым связям. Но в корне грехов жителей с дома скрыта позитивная установка, это стремление создать идеальное общество. Именно из этого как раз вытекает вот это семя семя машехом. Но так как у них не было нравственной чистоты, они опустились в глубины порога. Но несмотря на то, что Содом являлся порочным обществом, он стал основой мессианства, основой мессианской мысли. И это иллюстрирует приведенный выше принцип. Чем большей порчи ведет убеждение, чем выше корень святости, скрытый в нем, и тем больше добро можно как бы оттуда вывести, и развить, если вот эту искру оттуда извлечь. Вот на этом заканчивается раздел войны. Значит, я хотел бы критиковать оба пункта. Значит, Рабин Ахман, это понятно, что цитируется, это Ликутей Мааран 64 про два вида неверия, и там все-таки я совершенно не согласен, что это интерпретация, которая здесь есть. То есть сказать, что это неверная иерархия, и отсутствие ценности, это можно. То есть я сказать, что это неправильная интерпретация, но там вовсе не так, что оно имеет более высокий корень, но потому что поднятие дает большее влияние. там есть это совершенно по-другому. Там именно что неверная иерархия действительно может исправляться, это верно, это то, что возникает из-за ломки сосудов, но отсутствие ценности, когда есть пустого пространства, там нельзя сказать, что это прямо праведник его поднимает, это становится выше, там действительно только праведник может помнять с помощью молчания, но вот так напрямую Рабинахмана применить, что чем больше почек, тем больше исправлений, это я бы постерегся. То есть мне кажется, Рабинахман здесь, ну то есть нельзя сказать, что он неверный истолковывается, нельзя сказать, но все-таки у Рабинахмана совсем не про это, это только маленький кусочек из этого. Ну ладно, но про второе я не согласен совсем кандидатикам. Дело в том, что безусловно есть позитив, что действительно Машек происходит из Содома. И это известный комментарий, известный митляж, что нашел Давида в Содоме и что Содом хотел построить идеальное общество. И вот запрет на благотворительность к этому как-то еще можно объяснить, но с гомосексуализмом там совсем иначе, потому что там не гомосексуализм, а гомосексуальное насилие, это совсем-совсем другая вещь. Это не то, что совершенно неправильно говорят, вот содомость и грех, вот гомосексуализм это содомость и грех. Это грубо неверно. Вторе, содомость и грех это вовсе не гомосексуализм сам по себе, это гомосексуальное насилие, типа того, что в тюрьме используется там, или могут там в каких-нибудь армиях диктаторских стран в России, я не знаю. Но выводить из гомосексуализма, что это идеальное общество, а поэтому давайте будем гомосексуалистами, это неверно ни с какой стороны. Во-первых, это никак не умещается в идею идеального общества. Кроме того, гомосексуализм не означает запрет на обычный гетеросексуализм и не означает запрет на там детей или что-нибудь еще. Это просто уравнивание гомосексуальных связей с гетеросексуальными. И здесь сказать, что это происходит из-за ощущения идеальности, это вообще никак, по-моему, вовсе никак не соответствует. Ну, уж точно, что там вопрос не в гомосексуализме, как я уже сказал, в гомосексуальном насилии. И поэтому мессианское источник в Содомии безусловно есть, но я бы здесь оставил только один пункт. Вот запрет на боготворительность. Вот это главное. И, кстати, пророки, когда обвиняют Содом, обвиняют его именно в запрете благотворительности, а вовсе не в гомосексуальных связях. Это второе это рассказано, но обвинение Содома это только запрет на благотворительность. Поэтому, как я сказал, вообще неправильная терминология, которая распространена, что якобы Содомский грех это гомосексуализм. Это просто в принципе неверно. Мне кажется, с точки зрения просто скажем, модельности постановки. Я как бы Катонти, кто я и где как бы Рав Шерки. Но поскольку я довольно часто читаю то, что пишет Рав, перевожу то, что пишет Рав, то есть я более-менее, хотя бы с какой-то стороной учения Рава Шерки могу сказать, что я как бы знаком. Действительно, у меня такое ощущение, что он зачастую это некто металлогический прием. Он в качестве такого стопроцентного доказательства приводит вещи, которые являются одним из, и они совершенно не являются черно-белыми. Зачастую Рав, например, говорит, ну, это всем известно, это как известный прием лекторов. Ну, это всем как бы известно, все это знают или говорят, это очень просто. Дальше говорит вещь, которая совершенно неочевидна, совершенно непонятна. То же самое и здесь, в Садову. Поэтому, если бы это был человек, который был бы не Равин, а человек, который бы занимался социологией, что бы он сделал? Привел бы примеры, привел бы какие-то данные, какие-то статистики, каких-то людей, которые становятся лидерами. Он построил бы какую-то картину, которая больше принимается как достоверная. Но вот этот вот как бы троидальный прием, когда человек может строить некоторую схему или продвигать идею, тем, что он берет некоторый мидраж, насколько я себе представляю, их существует огромное количество на тему того, Росодома Туфи. Выставляет в качестве некоторого опорного точка. И строит на этом некоторое здание. Мне это представляется странным. Я не знаю, может быть, только мне. Окей. То есть, с моей стороны, вопрос не в использовании ВДШ и не в том, что здесь нет социологии, ну, так это никогда. Так устроено комментарий векторе. Не обязательно социологию. Я просто, я согласен с идеей, что чем больше прочее, тем больше потенциальное исправление. Это я согласен. Я принципиально не согласен гомосексуализм считать частью садомского греха. Просто вот надо вычеркнуть это, по-моему. Потому что это просто не соответствует тому, что написано в Таре. В Таре написано про насилие гомосексуальное. В Таре написано мешка в Захар. Оставь садом. Нет, нет, нет. Извини, извини. В Таре написано гомосексуальное насилие. Например, например, история наложницы Бадева, наложницы в Диве в книге судей, там гетеросексуальное и оно ничем не лучше. Когда там абсолютно аналогичная ситуация, прям полностью прям подчеркивается в книге судей, что это аналогичная ситуация, но там он им выталкивает свою наложницу. СССР на распространение. Не хочешь ли ты сказать, что мешка в Захар это вещь, которая запрещена медаарайта, либо у тебя есть, ты считаешь, это неправильно? Нет, конечно, запрещено медаарайта, только это СССР, секунду, только это не вопрос Содому. Нет, конечно, да, Содом там другая история, по видео. О, так я хочу, так мы же говорим про Содом, про источник в Содоме, а не про заповеди, извини. Это было дополнение, послушай. Ну, хорошо, я считаю, что это дичь, потому что сексуальное насилие, гетеросексуальное, ничем не лучше, чем гомосексуальное. Наверное, да. Ну, я говорю, вот это, если обращаемся к Танаху, то та же самая история наложницы. Поэтому из этой схемы он здесь вычеркнул. А вот запрет на благотворительность в Содоме, здесь действительно его корнем является идея идеального общества, и именно это у пророков сказано. Поэтому я вам сказал, пророки обвиняют в Содоме запрет на благотворительность, а не в гомосексуализме. Это первое. Второе, как я уже сказал, что Рабинахмана, по-моему, это очень натянутая система, взять его сюда, вот в такой формировке, что есть неверная иерархия, отсутствие ценностей, и что? И чем больше прочее, тем больше исправления. Но я бы не сказал, что человек, который на самом деле отсутствие ценностей, это тот, кто у Рабинахмана попал в другой вид неверия. Потому что это именно говорится о неверии в Голгах, а вовсе не про отсутствие ценностей. Человек, который у Рабинахмана падает в этот здоровье неверия, это неверие, на которое нет ответа. И примером является такого вида неверия. Это почему Рабякива был казнен, хотя он был мудрецом Тары, где Тара, где наград. Вот что у Рабинахмана. То есть это типа катастрофа. Как же прошла катастрофа, когда люди были такими замечательными, хорошими, где же был внук во время катастрофы. Вот что такое второе. Это вовсе не отсутствие ценностей. Это неверие из-за того, что в мире есть вопросы, не имеющие ответа. Поэтому сказать, что вот, человек отсутствует в него ценности, и чем подобно у него присутствуют ценности. А он атеист, потому что на другой причине. Именно потому, что у него есть ценности. Поэтому, как я уже сказал, использование Рабинахмана здесь представляется очень-очень проблематичным. Но можно ли сказать, что... Меня опять смущает, если бы это было сказано в другой интонации. Например, надо постараться найти, что даже... То есть все время какие-то более округлые фразы. Либо Рабширки строят как бы прямое уравнение. Чем хуже, тем лучше. Чем ниже человек падает, тем больше он может зайти. То есть просто есть вот такая прямая вещь. Ты видишь под лица, все, это потенциальный машин. Ну, нет. окей, никакого нет все-таки совершенно. В общем, я согласен, что здесь это выглядит не очень красиво и неправильно. И, как я уже сказал, мне кажется, это неверно. Но ничем больше, а чем более идеология подтвердить. Но опять-таки, это напрямую нам скажет, что в нацизме или, если хотите, в терминах тары, в Амалеке, это то же самое. Амалек – это традиционный термин для нацизма. Но, ну, то есть, играет его роль, то, пожалуйста, тогда, тогда мессианское семя должно было бы найтись в Амалеке, а не в Содоме. Поэтому это очень проблематично. Последнее предложение очень-очень проблематично. Я бы с ним не согласен. Может быть, если бы, например, было сказано так, чтобы оно было перевести, чем больше порчи, тем больше должно быть исправления. Ну, это как бы стандарт, это более понятно. Я просто хочу еще сказать, что вот в недавней Пароше о Эгеля-Заав Рафчерке проводит ту же самую идею. Я просто записывал как бы его шеур. И что он говорит? Он говорит то же самое, что когда человек видит, что происходит механех, воспитатель, видит, что происходит что-то плохое, что делают его воспитанники, у него есть две возможности встать в позу и сказать, вы все полная сволочь, сейчас я вас и дальше так. Или, как Муша сказал, давайте к Шевет-Леви берите этот самый меч и убивайте милого Кэмилань. Либо, а вот это либо, либо как Арон, что сделал Арон? Арон сказал, что для того, чтобы исправить людей, надо спуститься вместе с ними и оттуда поднять их. Когда кончится этот шур, я спросил, дорогой Раф, а вот то, что приходит в голову, а как теперь шаптать свет? Там же такая же идея была. Он говорит, в смысле, не шаптать свет, а Раф. Раф в шурке говорит, ну, он пошел слишком далеко. Ну, хорошо, а кто это может установить где-то далеко либо недалеко? Понимаешь? Да, окей. Окей. То есть, итог, все, что здесь сказано, оно сказано относительно. То есть, все, что все эти усказывания нельзя принять абсолютно. У них есть некая относительная вещь, нужно их понимать с ограниченной ответственностью. Как это? Сограниченность. Нет, неправильно перевод на русский. Баравон-Бугваль правильно перевести. Да, да. Эти вещи имеют только относительную правильность. их правильность весьма относительно и ни в коем случае нельзя их проводить на все сна. Окей. Окей. Хорошо, пошли дальше. Прекрасно, спасибо. И мы переходим к следующему большому разделу этой книги. Всего их четыре. Первый был «Человек и вера» и второй «Тора Израиля». И начинается он с главы, которая называется «Тора и наука». Итак, начнем с противоречий между «Торой и наукой». На протяжении поколений часто вставал вопрос о соответствии между «Торой и наукой», между теми фактами, упомянутыми в «Торе» и открытиями естественных наук. Этот спор достиг своего пика в XIX веке, когда появилась теория эволюции Дарвин. И спор этот исходит из предположения, что «Тора и наука имеют одну и ту же цель или занимаются одним и тем же вопросом». Но это предположение сначала следует рассмотреть и выяснить, насколько уместно вообще сравнивать эти две области «Тору и наукой». И значит, являются ли противоречия между «Торой и наукой» предметом, достойным вообще обсуждения. Рассмотрим два известных противоречия. Первое. Наука утверждает, что возраст мира миллиарды лет, а «Тору» утверждает, что возраст мира менее шести тысяч лет. Второе противоречие – происхождение человека. Эволюция говорит, что человек произошел от древнего существа, похожего на обезьян, который утверждает, что человек был создан из земли. И есть четыре распространенных подхода для решения этих противоречий, но ни один из них не является правильным. Итак, первый подход. «Если Тора истина, первый подход исходит из того, что Тора истина, значит, наука, если она противоречит Торе, значит, наука ложь. Согласно этому подходу, возраст мира действительно шесть тысяч лет, человек произошел из праха земного, а все научные предпосылки, утверждающие обратное, соответственно, ошибочные. Такой подход встречается в некоторых религиозных текстах, еврейских и нееврейских, христианская церковь, например, использовала этот аргумент для противодействия научным исследованиям древние времена. Например, метод Коперника, согласно которому земля вращается вокруг солнца, был отвергнут церковью на том основании, что он противоречит стиху в книге Егошуа. «Солнце в гевоне остановись». Этот стих предполагает, что Егошуа Бенун остановил солнце, а значит солнце вращается вокруг земли. Вот такой подход. Если Тора истина, значит наука ложь. Второй подход противоположный. Поскольку научные гипотезы доказаны, то ясно, что миру миллиарды лет, а человек произошел от обезьяны. Следовательно, Тора не является истинной. Такой подход характерен для ученых позитивистов 19 века, ученых и философов, которые утверждали, что поскольку наука является наиболее точным средством для выяснения истины, то и все метафизические вопросы, которые задавали религиозные и философские мыслители, в будущем будут решены с помощью наук. Итак, общее в этих первых двух подходах то, что каждый из них предполагает, что у научных методов есть теологическое значение. Из этого следует, что Тора и наука неизбежно противоречит друг другу. Поэтому мы должны выбрать один из путей как истину, а другой естественно окажется ложью. Теперь третий и четвертый подход. Третий подход гласит, что нет противоречия между Торой и наукой, и что наука согласна с тем, что сказано в Торе. И мы можем научно доказать, что возраст мира 6000 лет, а человек произошел из праха. То есть мы берем Тору, и потом науку подгоняем под Тору доказывать, что возраст мира 6000 лет, это другой взгляд и так далее. Четвертый подход, что Тора согласна с наукой. Приверженцы этого подхода считают, что утверждения науки о том, что миру миллиарды лет, а человек произошел от обезьяны верны. И наоборот, что в Торе можно найти источники, которые согласуются с этими открытиями науки. Например, в Талмуде говорится, что у пиарного человека был хвост, который потом был отрезан Богом. И есть Медраж о том, что Бог создавал миры и разрушало. Это можно как-то связать с многомиллиардным долгим развитием мира. И общий в этих двух последних подходах их отличие от двух первых в том, что Тора и наука соглашаются друг к другу. Но на самом деле эти четыре подхода построены на одном и том же исходном предположении, что наука и Тора отвечают на одни и те же вопросы. Например, вопрос о возрасте мира. И мы начинаем ответ на него искать в Торе и искать в науке. И значит, мы можем сравнить эти ответы и проверить, предварительно они или согласуются. Однако, если мы проанализируем это предположение, то выяснится, что оно неверное. И что область, которой занимается наука, очень сильно отличается от той области, которой занимается Тора. Наука занимается описанием реальности и тех механизмов, по которым эта реальность, в которой мы живем, функционирует. В основном наука отвечает на такие вопросы, как из чего состоит материя, по каким законам функционирует материя и так далее. Тора же занимается смыслом реальности с моральной точки зрения и отвечает на такие вопросы, как для какой цели существует материя, как следует себя вести и так далее. Это вопросы ценностей, это не научные вопросы. Есть известное высказывание, что все содержится в Торе. Но если мы будем понимать его буквально, оно может вводить в заблуждение, потому что та Тора, которая есть у нас, она не содержит всего на самом деле. Например, нельзя изучать науку из стихов Тора. И доказательство этому то, что ни один из крупных еврейских ученых не изучал науку таким образом. Ни из Торы, ни из Талмуда, он изучал ее из научных трудов. И исходя из этого, профессор Решаяху Лейбович разработал пятый подход, согласно которому существует полное разделение между наукой и ценностью. Поскольку Тора занимается ценностями, а наука природой, то между ними не может быть никакой связи, и следовательно обсуждать их вместе, сравнивать их просто бессмысленно. Поэтому мнение науки, что человек произошел от обезьяны, и мнение Торы, что человек произошел из праха земного, они оба верны. Просто наука описывает происхождение человека с биологической точки зрения, а Тора с моральной ценностной точки зрения. Есть какие-то вопросы, комментарии? Я не знаю, это общее описание ситуации, здесь все совершенно понятно правильно. Если сказать, что есть вторая наука книги Рава Шерки «Израиль человечества», там тоже все подъемно написано, и идем дальше. Ты объясни мне только такую штуку, когда Рав говорит про науку. Я надеюсь, что Миша Рудман меня тоже слышит. Он имеет в виду стандарт математика и физика, в основном физика, либо, например, когда он говорит про науку, он говорит, например, про психологию. Психология объясняет, зачем человеку нужна религия, правильно? Это научная метка, но объясняет, человеку нужна религия. Это то же самое, потому что психология точно так же не говорит про ценности, она может объяснить, как она считает с ее точки зрения, зачем человеку нужна религия. Это ее концепция. Окей, это то же самое, зачем человеку нужны ноги, зачем человеку нужны руки, религия. Это все можно висеть ровно то же самое, только это не объясняет ни смысла ничего. То есть попытка некоторых психологов, некоторые, кстати, другие с ними не согласны, свести все духовное чисто, так сказать, к полуматериальным взаимодействиям, такой редукционизм, он есть в психологии, но совсем не все психологи на это идут. Но ведь есть философия, которая в общем занимается вполне ценностными вещами. Но философия это не наука. Кто сказал? Я сказал. Философия это не наука. Есть наука, секундочку, есть наука, изучение философии. Вот изучение философии это наука. Та же как религия ведения. Религия ведения это наука. Но из этого исследуют, что религия это наука. Поэтому философия это не наука. А изучение философии это наука. Я с тобой не согласен. Мне кажется, я больше поддержал направление Миши. Мне кажется, разделение здесь должно быть не стандартное, а именно тора и наука а радио должно быть такое. Одно это то, что не принадлежит человеку, а спущено откуда-то сверхъестественной силы, которую мы называем Богом Всевышним, правителем Вселенной, который создал мир и так дальше. Либо продукт деятельности человеческого мозга интеллекта. Продукт человеческого мозга интеллекта это философия, это физика, все что угодно. Нормальный человек, нормальный человек, в кавычках нормальный человек, у которого все нормально по жизни. Он скажет, послушай, зачем мне нужна тора? Общество пришло к тому, что оно понимает, нельзя воровать, нельзя убивать. Понятно, иначе может существовать. Зачем? Мне вполне достаточно вот этого императива общественной договоренности. Зачем мне надо? Мне сказали, что ты не воруй. Почему? Потому что это сказано кем-то, кого я вообще никогда не видел. Понятно. Ответ. Во-первых, это вопрос не отсюда. Это вопрос этика автономной или гетерономной. Это совершенно имеет никакого отношения ни к науке, ни к чему такому. Это вопрос автономности и гетерономности этики разбирается в иудаизме, но это отдельный вопрос. Но, что касается того, что ты хочешь разделить на нечто приходящее сверху и нечто от человека, тогда это никак нельзя свести к науке, например, искусство. И вот и куда-то уже тоже как бы человек. Но мы здесь рассматриваем тора и наука, а не автономные и гетерономные. Потому что если ты осмотришь искусство, то в искусстве совершенно другие законы. А если картина нарисованная противоречит физическим законам, то это только интересно. И, так сказать, не знаю, летящая скала или там летящие люди глупо будет. Человек подойдет с картинью, скажет, но это ложь, здесь люди летят и камни висят, а такого не бывает. Значит, эта картина ложная, мы ее зачеркиваем. Это не такой же подход. То есть фанатизм науки, он на самом деле отрицает не только религию, он отрицает искусство, что все должно быть научно правильно. Поэтому фанатизм науки, он сам по себе очень плох. но здесь мы обсуждаем конкретную тему противоречия между и наукой. И вот здесь действительно есть четыре такие подхода, пять точнее, а у Рава Кука будет шестой подход, к чему мы и должны перейти, если я вижу правильно слова. И читал это же у Рава Шерки в статье религии и наук. Вопрос, Петя, можно? Да. Кто-нибудь занимался, понятно, с естественными науками? Кто-то занимался, есть какие-то Равы, которые занимаются соотношением между социальными какими-то науками и Торой? Я не знаю разработок на эту тему, просто вопрос противоречия религии науки, он в естественных науках как бы более явный, поэтому он именно находится в сознании общества. На самом деле есть противоречия с историей и археологией и все это прочее, это вторая вещь, но это не социальные науки, а социальных наук я не знаю, наверное, кто-то многие этим занимаются, потому что это как раз вполне естественно, я не понимаю, какие там явные противоречия такого типа, как вот, например, возраст мира или исторические события, как они в археологии, как они стали, в астанахе. Я бы, если можно, вот очень такой, я не хочу сказать провокционный, ну, скажем, резкая постановка вопроса, вот мне кажется, в нашем как бы этом аудитории кворуме его можно задать. Например, вот, я надеюсь, что Миша меня слышит, насколько я понимаю, как бы стандартное положение о том, что какое положение науки является истиной, то, которое проявляется опытным путем. Ну, хорошо, это, по-видимому, ответ в отношении науки. А в отношении Торы можно задать такой вопрос, каким образом доказывается, утверждается истинность Торы? В чем? Каким образом можно проверить истинность Торы? Я уверен, что многие эти ответят тем же самым опытным путем. Посмотри на ход истории, и ты увидишь, что вот эта позиция Торы, это самые успешные государства, именно стали на нее. Понятно, что христианство это просто Тора для народов мира. Понятно, что протестантские страны как раз именно увеличили внимание к Танаху, и что вся западная культура основана на Торе, и посмотрите, какая она успешная, когда она именно основывается на принципах Танаха. И, конечно, здесь будет то, что она берет одни принципы, и не берет другие принципы Станаха, довольно избирательные. Но, тем не менее, безусловно, берет, и сознательно берет, не то, что это мы ей переписываем, сознательно те, кто основывали Америку, именно хотели сделать библейскую страну. И в этом смысле достигли огромного успеха. Ну, вот человек тебе скажет, вот тебе доказательство такой же экспериментальной. опять удовлетворяет этот научный подход. Петя. Знаешь, ответ мой. Здесь нет абсолютных доказательств. Это, безусловно, очень серьезный и важный довод. Это не доказательство, потому что доказательств вообще не бывает. Но то, что это довод очень важный, я согласен. Миша, пожалуйста, сказать, Миша, пожалуйста. Ну, довод это еще хорошо, но когда ты приводил пример, понимаешь, ведь и говорится вера. Вера это основа того, что нет доказательств. Если было доказательство, этого не было веры. И то, что ты приводил пример, понимаешь, возьми Сингапур. Он почти достиг более оптимального развития, чем другие страны. С точки зрения начала и когда это началось с какой скоростью он развивался. Но это же не будет доводом, тем более доказательством. То есть по-видимому... Сингапур это диктатура. Мы все-таки не хотим жить в диктатуре, мы хотим жить в свободном обществе. Диктатура, которая... достиг большого успеха Сингапур в смысле чистоты и экономики, но никак не в смысле свободы личности. Диктатура, которая предоставляет сейчас все больше и больше свободы, мы можем допустить, что в принципе какой-то просвещенный человек может создать государство, которое действительно будет развиваться лучше других с точки зрения экономики. я не верю. Я принципиально не верю в просвещенную диктатуру, то есть принципиально, фундаментально. Я думаю, что все эти разговоры про то, что просвещенный диктатор сделает хорошо, все это ложь. А диктатор иногда делает успешные вещи, но что он сделает хорошо, я же не согласен, что хорошо не равно материальному успеху. Это один из компонентов, все-таки совершенно не вообще присвещенный обществу, я совсем не верю в его идеалы. По-моему, присвещенный общество доводит результат в наше время гораздо худшему, чем простой народ. То есть, грубо говоря, я предпочту, чтобы у власти были фалатилищики, а не профессора. Профессора это гибель для если профессора у власти, то это гибель для страны. простые люди гораздо лучше власти, чем из Калужицы. Сын Сапожника и сын этого, это мы уже проходили, это не факт совершенно, абсолютно. Петя, я хочу сказать, во-первых, я не спорю, я просто сказал, что не нужно доказательства, потому что это вера, а вера не подразумевает доказательства. Но что я хотел сказать, что твои доводы, понимаешь, они, мне кажется, не не очень доказательны, не очень достоверны, потому что ты берешь уровень развития несколько тысячелетий, а Сингапур прошел путь развития за 60 лет от сборища, которые Малайзия не согласилась принять в себя, потому что там были уголовники к обществу, куда приезжают люди со всего мира и развитой стороной. Можно сказать, что путь, который они прошли за 60 лет, взял другим много сотен. Понимаешь, поэтому мне показалось, что не надо проводить доказательства. Они это все-таки все скоби-пастили. Хорошо, Петь, оставьте Сингапур, Беседа. Ладно. Давайте все-таки более общий, давайте согласимся к тому, что требования, как сейчас были сказаны, то есть у нас есть на весах, есть Тора, есть наука, но так было представлено. Требования к науке, они гораздо более вещественные и понятные. Наука должна доказать экспериментально требования и свою истинность, а требования к Торе, они все расплывчатые. Из твоего сейчас как бы некоторого диспута с Мишей понятно, что один говорит так, Сингапур, туда-сюда. Нет этого. То есть я согласен с Мишей. Это вопрос веры. Если говорится, выхай баэм, это означает, все, кто верят в Тору, они живут до 120, этого не происходит. Например, будешь делать и будь то в лыха. Ничего подобного. Ну да, мы знаем, не дай бог, праведник страдает, злодей кайфует и так дальше. То есть это все, это все вообще как бы недоказуемо, в отличие от науки. Поэтому в каком-то смысле, мне кажется, эти вот сравнения, они неравновесные, неравнозначные совершенно. Попробуй сделать такое же сравнение между наукой и искусством. И ты все, что ты сказал, можно повторить. Наука твердо доказывает, искусство эфемерно. Одному картина нравится, и музыка, другому не нравится. Это все вопрос субъективный. Но это все верно будет. Действительно, наука доказывает, а искусство не доказывает. Но на основании этого сделать вывод, наука гораздо сильнее искусства, я бы побоялся. Потому что во многих случаях искусство поведет за собой людей гораздо сильнее, чем наука поведет за собой людей. То есть у науки и у религии и у искусства разные методы. Совершенно верно. Но и разное влияние на мир. То, что может один, не может другой. Наука может то, что не может и религия. Это верно. Зато есть очень много того, что наука не может, а религия может. Или искусство. Точно так же. Искусство может много того, что не может наука. И наоборот. Поэтому все эти три области, они три, а не две. То есть я за то, чтобы осматривать три области одновременно. Искусство, наука и религия. И тогда видно, что у каждой области есть свое место в мире. И нужно не говорить, что одна область сильнее, потому что у нее жесткие требования к доказательству. Ну и что? В математике требования к доказательству несовменно более жесткие, чем в физике, например. Или тем более в других. Ну, гораздо более серьезнее. Это тем не менее. А в социальных науках вообще непонятно, что такое доказательство. Тем не менее, работает по-своему каждая область. И она незаменима. Физика не заменит психологии. Хотя доказательства физики несовменно больше, чем Фрейд. Фрейд – это какие-то общие рассуждения, какие-то там случаи излечения. Но это же никакого сравнения с доказательством математики. Точно так же. Но тем не менее, Фрейд не может помочь в психологических проблемах. А Фрейд не может помочь в развитии технологий. И точно так же. Искусство, наука, религия, разные виды науки – все это дополнительные вещи. Поэтому сравнивать их Эда сильнее, потому что у него лучше доказательства – это просто неверный подход. Но из этих трех, про которые ты говоришь, да, из них явно выделяется один. Тора претендует на истинность. Наука, насколько я понимаю, не претендует на истинность. Чем дальше, тем больше она говорит все относительно. Тора – это суперобъективно. Искусство вообще. И какой-нибудь человек искусства претендует на истину. Все, что она дико субъективна. Одна субъективна, вторая относительно. А третья, Тора, она является истиной. Поэтому как вообще их можно соединять? Они претендуют не на истинность, а на важность. Слово «истинность» в Торе и слово «истинность» в науке – это две совершенно разные вещи. Точно так же истинность в искусстве. Искусство точно так же претендует на истинность. На то, что оно истинно отображает некоторый аспект жизни. Свой аспект, каждый свой. Но оно, разумеется, на это претендует. Произведение, которое не отражает эту истину, оно просто не будет у тебя гармонировать с твоей душой. Ведь один человек создаёт произведение, а у другого она резонирует. Но они же разные люди. Почему же то, что создал один, резонирует у другого? Значит, здесь между ними что-то общее, что-то объективное, а вовсе не субъективное. И, конечно, великое искусство так же претендует на то, что оно отображает это сильно общее у многих разных людей. И в этом смысле это и есть его истинность. Просто истинность понимается по-разному. Вот и всё. Поэтому нужно отойти от идеи, кто лучше, папа или мама. Кто лучше, наука, искусство или религия. У каждого своё место в жизни. И они друг друга дополняют, а вовсе не противоречат. Вот это, мне кажется, правильный подход. Да, но Тора говорит, что она и есть сама жизнь. Она занимает всё. Не оставляя места ничему. Она, она. Всё. А всё остальное – это субъективно. Это неверно. Это абсолютно неверно и неверно. Тора вовсе не говорит, что она умеет вводить математические формулы. Когда Тора говорит, что она всё, то это совсем не в том смысле, как всё вообще в смысле науки искусства. Слово «всё» разные вещи означает. Понимаешь? Ну, хорошо, давайте продвинемся. Понимаешь? Ну, я не знаю, какая-то фраза. Любовь превыше всего. Эта фраза, она что, означает «с помощью любви можно написать космические аппараты»? Нет, конечно. Слово «выше всего» имеет не тот смысл. Послушай, религиозный человек, религиозный человек, в отличие от научного, научному человеку, да, может быть, научный диспут. Человек может писать формулу, один пишет другую формулу. В конце концов, один доказывает другому. Религиозный человек, если ты докажешь, да, как делали люди, о том, что, например, 600 тысяч человек вышли из Египта, их невозможно напарить из колодца. Он скажет, ну и что? Миша Голосовский объясняет. Люди, такое количество людей не могло стоять под одной горой. Нет такой горы. Он сказал, что 2 миллиона не мог стоять под одной горой. А религиозный человек – это неважно. Это не так. Конечно, потому что Тара не заботится о истинности в таком смысле. Предание Таре неправильной категории истины, ее ломает. Поэтому, когда говорят, что Тара – истина, это не в том смысле, что физически 3 миллиона человек собрались под горой. Это совершенно другой смысл. И в этом смысле, что было сказано, это и есть один из типов противоречия. Эти типы противоречия можно решить. Первое – пытаться относиться к другому. Второе – разделить, понимать Тару символически. Это будет просто другой способ истины. Но у каждого свое понимание понятия истины. Ученый может не соглашаться с конкретной теорией. И при этом он считает, многие ученые очень считают, что наука даст истину. То есть, не конкретно данные ученые, не конкретно данная теория, а методология науки приведет к истине. И таких людей, фанатично верящих в науку сколько угодно, они ничем не менее фанатики, чем религиозные фанатики. Науковерские фанатики, которые считают, что наука даст истину, не каждая теория, но, в конце концов, метод науки даст истину. Это такой же фанатизм, как религиозный фанатизм. Или как фанатизм к искусству. И всякий фанатизм – это плохо. Поэтому нужно понимать, что есть разные аспекты у слова истины. И наука, искусство и линия дополняют друг друга в нашей жизни. Наша жизнь, наука нам обеспечивает одни вещи. Она нам обеспечивает удобство жизни материальное. И искусство нам обеспечивает другие вещи. Она нам обеспечивает эмоции и переживания, которые наука сделать не в состоянии. Сколько бы она ни доказывала, она не заменит музыкального произведения. Никакое научное доказательство не даст тебе того, что тебе дает музыкальное произведение или картина. Совершенно верно. Или религия дает третье. И никакая наука тебе не заменит религии. Ниакая религия тебе не заменит науки. И обе они не заменят искусство. Вот и все. Поэтому сама идея «давайте посмотрим, у кого доказательство Кеучи», она сама по себе ложная. Потому что жизнь наша не состоит из доказательств. Хорошо. Последний вопрос. Евреи каждую субботу, когда они показывают на Тору и говорят «зота Тора». Вот Тора, которая была дана туда. Они религиозные фанатики, либо они просто нормальные религиозные евреи. Нормальные религиозные евреи. Только вопрос, что такое Тора дана. Вопрос. Как это понимать? Дописывали ее, не дописывали. Состояла она там. И Ашобин, ну, дописывал или нет. Это все раз для меня. Да, вот Тора, который дал Моисей. И это понимание, оно может быть другим, чем в научном смысле Тора, которые дали Моисей. Окей. Нет никакой проблемы. Ну, хорошо. Двинемся дальше. Да, Миш, ты хотел что-то сказать? Да, маленькое замечание по поводу предназначения и места искусства. Замечательная книга Файнберга «Кибернетика, логика и искусство». Советую почитать. А второе, Петя, единственное, что я не понял. Куда ты засунул философию? Ты сказал третье вещи, что философия не наука. Но если она не наука, может быть, это какое-то четвертое измерение? Я думаю, что нет. Я думаю, что философия – это искусство. Искусство? Конечно. Я буду рад послушать вам рулет про философию. Понятно, это не сейчас. Философия – это создание некоторых картин мира. Это форма искусства. Только она оперирует не краской и не художественной литературой. Литература – это форма искусства, и философия – это форма искусства. Только другого. Она оперирует другими вещами. Но точно так, как искусство, она обращается к нашей интуиции, если она вовсе не к доказательству. А если она интуитивно нравится, то она принимается. И он, как искусство. Поэтому, по этой точке зрения, философия, конечно, область искусства. А факультеты философии в университетах, они не философией занимаются. Они занимаются изучением философии. Никто не пишет диссертацию «Вот моя новая философия». Люди пишут диссертации «Вот мое изучение философии в ВАСе», в смысле Канда или Платона. То есть любая научная работа изучает чью-то философию, а вовсе не предлагает свою философию. Почему? Современные философы, Куко, Херкерга. Окей, но они это не в качестве диссертации подали. Это не их работа в научном сообществе. Но это в Восточном. Окей, так я сказал, это искусство. Человек, чтобы заниматься этим видом искусства, должен пройти школу. Тот же Таллерк обычно, человек, который занимается живописью, обычно учится живописи. И ничего в этом странного нет. Он может учиться в университете, в Биццалей. Это часть университета. Там учат искусству, но также производят искусство. Ну вот тебе, пожалуйста, пример. Школа искусства, интегрированный университет, которая, в принципе, занимается наукой. Я буду очень рад, если ты запишешь встречу с философом, и вы разберете, что такое философия. Потому что что-то здесь, мне кажется... Ну хорошо, извините, это мой подход к философии. Ну хорошо. Ты можешь встретиться с кем-то и пообсудить с философом, услышишь? Ну можно попробовать, хотя... Ну а сегодня мы еще узнали, что Пинцес, продавчику всему, он еще не только теолог, но еще и философ. Математик, теолог, философ. Он универсальный человек, возрождение. Окей, идем дальше? Спасибо, Игорь Гурцович. Да. Спасибо. Идем дальше? Мне кажется, что на сегодня надо закончить. Да, замечательно. Мне кажется, мы такие потрясающие вещи уже открыли. Отположить на следующий раз. Там друг друга, там серьезный подход. Да. Хорошо? Всем спасибо. Ладно? Все, просто нужно делать это, иначе слишком затягиваться. Не нужно. Нет проблем. Пусть все в следующий раз разобрать. Окей. Все, большое спасибо. Всем счастливо. Пока. Спасибо, Надежда, на встречу с философом, Петя, твоим. Спасибо. А давай попробуем. Он сам философ, ему не надо, он сам с собой будет встречаться. Просто им все. Хорошо. Пожалуйста, тоже интересно. Пока. Пока.